Телеграм-канал сделал свое дело, телеграм-канал может уходить, так перефразируя Шиллера, можно сказать о перепрофилировании известной интернет-площадки Некста с белорусской на российскую повестку. Но пока жители нашей страны одним сообщением из Польши призывают каждое воскресенье выходить на несанкционированные марши, другие посты авторы этих же ресурсов пишут уже для россиян. Причем не утруждая себя ни заменой слов, ни выбором новых символов протеста. Так за что боролись? Наш московский корреспондент Светлана Карульская изучила призывы российских филиалов телеграм-канал и утверждает, даже обидно, но ничего оригинального. Перед тем, как начать что-то делать, надо преодолеть страх действия и познакомиться друг с другом. Включаем песню Виктора Цоя «Перемен», просим владельцев кафе и автомобилистов тоже включить эту песню. Коллективно гуляем, выстраиваем цепочки солидарности. Вам это ничего не напоминает? Да, те, кто следят за телеграм-каналами и по воскресеньям выходят на митинги в Минске, сотни раз видели именно такое сообщение. Только сейчас оно не для белорусов. Польские уши стали торчать уже в Москве. Нехто, финансируемый и курируемый западными спецслужбами, завел канал для восточных соседей. Над подборкой контента решили не трудиться. Это практически полная калька с координацией белорусских протестов. В борьбу за перемены, как и в случае с Белоруссией, россиянам предлагают начать с прогулок кормления голубей и строительства цепей солидарности. Где, да где захотите сами, пишут телеграм-каналы. Но список крупных городов России по алфавиту расставляют и к сообщению с адресами мест сбора все-таки прикладывают. Повод для гражданской акции, по словам авторов русской версии Нехто, не согласие с чем угодно. Хотя и конкретные варианты тоже есть. Можно поддержать белорусов, хабаровчан, известного Навального, малоизвестных Платошкина и Шереметьева. А можно просто, цитата, всех бесправных и униженных. Зарубежные координаторы, как и в нашем случае, подчеркивают, делать все это надо мирно. Схема буквально скопированная с той, что в Беларуси наблюдают уже больше месяца. А что это выливается, сейчас хорошо понимают и в Москве. Они пока еще работают на Белоруссию, на белорусскую тематику. Но я вот обратил внимание, что в течение последних там, ну, нескольких дней, недели последние, все чаще, пусть пока еще выборочно, одноразово, но появляются сообщения, которые касаются исключительно России. Конечно, это такая затравка, конечно, это только обкатка данной тематики. Я видел, как накануне та же Нехта проводила опрос, выяснив, что у нее, в принципе, значительная часть, доля аудитории, она находится в Российской Федерации. Я так понимаю, что действительно эту платформу обрабатывают, опробируют для того, чтобы в будущем использовать ее в качестве информационной площадки для информационной атаки против России. В России, анализируя, как западные телеграм-каналы сработали в Беларуси, сразу же пошли на упреждение. Все сообщения о так называемом «дне перемен» мгновенно были заблокированы на всех доступных площадках. Рассылки ресурсов Нехты по кальке закричали. Власть слаба, власть боится, победа близко. Чтобы дело ускорить, предлагают россиянам, например, можно написать гадость про Путина на асфальте, стене или кузове машины. И обязательно прислать в чат фото, чтобы отчитаться перед кураторами. Белорусский протест, куда были вложены немалые суммы, оказались невозвратными. Теперь финансовые потоки, считают политологи, перенаправят и на Россию. Мне кажется, что Запад в целом сливает белорусскую позицию. По крайней мере, они увидели, что нахрапом эту ситуацию решить не удалось. Я думаю, что они в этот раз на такие решительные и однозначные шаги в отношении Белоруссии пойти не готовы. В конце концов, да, вроде бы как Запад поддерживал белорусских оппозиционеров, но, знаете, вот эти печенья на площади никто раздавать не выходил. Как раз эти печеньки, хорошо известные телеграм-каналы, сейчас, потренировавшись на Белоруссии, пекут и для России. Оглядываясь на Минск, в Москве сразу четко дают понять, интернет-кулинарам здесь, как и у нас, готовы прописать диету. Мол, своих голубей мы и сами неплохо кормим. Эксперты говорят, что на российском поле это пробный осенний шар, куда он хотел бы покатиться, понятно, но с учетом того, что есть уже белорусский опыт и в России очень жесткие законы о массовых акциях, работать здесь провокатором придется сложнее. Например, перекрывать дороги для гуляющих в Москве точно никто не будет. А вот денег подсобрать телеграм-канал, наверное, сможет. В России сразу же стали просить пожертвования. А те из белорусов, кто снова собирается на воскресные марши, все-таки должны понимать, они, конечно, невероятные, но, увы, не уникальные. Светлана Корульская, Светлана Чевдарь, Наши новости, Москва.